Было темно, потому что еще не было солнца. Боги разожгли на вершине горы большой костер. В него должен был броситься тот, кто пожелал стать солнцем, дабы очиститься пламенем и взойти на небо. Боги сказали на Нуа Цин, попробуй ты. На Нуа Цин закрыл глаза и бросился в огонь. Языки пламени взмехнулись до неба. Боги преклонили колени и молча стали ждать восхода солнца. Так древние предания ацтеков описывают возрождение мира в начале нашей эпохи. Эпохи Пятого Солнца. И было это в Теотиакане, городе богов. Теотиакан расположен всего в часе езды от Мехико. Ныне это один из самых посещаемых туристами археологических памятников. Но для многих мексиканцев он продолжает оставаться священным городом древних богов. Теотиакан, хоть он и был заброшен где-то в 7-8 веке новой эры, согласно современным датировкам, и к приходу испанцев это уже был город мертвых, но легенды о нем сохранились у многих народов, населявших центральную область Мексики. Причем Теотиакану отходилась ключевая роль. То есть место рождения богов или место, где появляются боги. И именно Теотиакан был местом возобновления мира после очередной глобальной катастрофы. Опираясь на эти предания, многие из первых исследователей полагали, что город был создан еще до всемирного потопа, то ли расой гигантов, то ли жителями легендарной Атлантиды, то ли иной весьма высоко развитой цивилизацией. Но современные историки твердо стоят на том, что Теотиакан был создан местными индейцами. Спору нет. Индейцы тоже тут жили. Сюда видны следы достройки и ремонта, как древние, так и современные. Все сплошной новодел, все это делалось современными уже реконструкторами. За последние сто лет постепенно восстановили так, как они себе это представляют. На самом деле, только в самом-самом низу видно какие-то остатки действительно древних руин. Которые, в свою очередь, могут быть тоже реставрацией, только после древних руин. Это были древние. Сколько раз это реставрировали, уже непонятно. Конечно, индейцы поклонялись богам, и потому должны были поддерживать в хорошем состоянии столь священное для них место. Место, где жили боги. Но это не дает ответа на вопрос, кто же был первым строителем города. Кто создал величественную дорогу мертвых и не менее величественные пирамиды Теотиоакана. Первые масштабные раскопки. Возникает вопрос, почему при такой технологии строительства эти пирамиды до сих пор не размыты до основания дождями, которые льют тут с мая по сентябрь. Итак, перед нами находится пирамида Луны. Она находилась в более плачевном состоянии, чем пирамида Солнца. Если пирамида Солнца, в общем-то, ее конструкция была сохранена временем, то пирамида Луны нет. И нужно дать должное мексиканскому архитектору, археологу, простите, Хорхе Акоста, который нашел нетронутым угловой камень этой пирамиды и возвел все ее поверхности, все ее 565 ступеней на свое место. Сам термин «угловой камень» в данном случае имеет смысл, только если речь идет уже не просто о камне, а о блоке облицовки. И, судя по сохранившимся скудным данным, пирамиды действительно раньше имели облицовку, которая защищала их от дождей. Еще в 19 веке комплекс использовался в качестве каменоломни. Местные жители разбивали камни с ценной резьбой и строили из них дома. Бартрис же при реставрации пирамиды Солнца снял с нее последние остатки оригинальной облицовки. То, что она из себя представляла, можно видеть ныне по блокам, которые лежат у подножия пирамиды. Некоторые из них сохранили еще довольно ровные грани. И это очень показательный момент, поскольку каменным инструментом получить такие ровные грани невозможно. Для этого нужна металлическая пила или еще более совершенный инструмент. Однако ничего похожего на пилы ни у одной из известных историкам древних цивилизаций Мезоамерики не было. А ровные грани на каменных блоках есть. И не только возле пилы. Хотелось найти там чего-то такое доказывающее существование древней цивилизации. И решили зайти в запретную зону за пирамиду Кицаль-Куатля, куда не пускали. Но вот окольными путями удалось туда добраться. И там-то подобные артефакты и были все свалены подальше от глаз любопытствующих. Грани ровные там присутствуют. Обработать эту грань с помощью примитивных каменных инструментов вряд ли возможно. Скорее всего, используются инструменты, какие-то пилы, либо спиркулярные, либо что-то типа нашей бензопилы «Дружба». Вот. Соответствующими алмазными цепями. После чего мы были, к сожалению, замечены. И ретивый служащий быстро пробежал и выгнал всех. Обычному туристу доступны для обзора только восстановленные части облицовки. И только с такого расстояния, откуда уже не заметить ровные боковые грани блоков. Но и тут мы сталкиваемся с еще одной загадкой Теотио Акана. Историки полагают, что изображение головы Кецалька Атля, который украшает пирамиду, всего лишь изображение головы гремучей змеи. Гремучих змей индейцы действительно почитали, только изображали их гораздо более натуралистично. А здесь голова рогатого дракона, образ, который гораздо более привычен для Китая и других стран Азии. Может, пирамиды Кецалька Атля хранить какое-то очень древнее знание, общее для двух континентов, разделенных тысячами километров Тихого океана. Фантастика, но реальность тут оказывается еще более фантастичной. Существует очень кратенькая информация, что в 1906 году при расчистке вершины пирамиды Солнца был обнаружен слой слюды, который покрывал эту вершину. Больше об этой информации ничего нет, кроме того, что слюда была растащена на какие-то... ну, с целью продажи. Но зачем строителям понадобился столь экзотический материал, как слюда? Может быть, когда-то приоткрыть завесу над этой тайной поможет так называемый слюдяной храм, расположенный неподалеку от пирамиды? Определенный негативный момент есть в самом названии. То, что ему дали название храма. Археологи, которые раскопали его в 1973 году. Это не храмовая постройка. Это и какое-то помещение, не знаю, техническое или жилое, но это именно помещение. Одна дверь выходит в соседнюю комнату, вторая, восточная, выходит во внутренний дворик. Храм уже сбивает и дает определенную настройку. Что касается самого феномена. Это действительно феномен, поскольку такая постройка найдена всего одна. Ну, сколько слоев. Лекция? Угу. Ой. Вот один сло. Нет, два слоя. Срединый храм просто поразителен. Он поражается и бессмысленностью. Потому что зачем могло понадобиться ложить поверх, собственно, слоя бута, то есть слоя камней, перемешанных с глиняным раствором, два слоя слюды и загонять это еще под бетон. Мы сейчас как раз находимся ровно под слединым храмом. Вот. Тоже предыдущая стенка. Стенка. Вот они. Три метра. Грубая забутовка. Сверху слой слюды получается. Еще раз слой земли 30 сантиметров. Еще 10 сантиметров слой следы и сверху каменный мяк. Нелогично. Совершенно бессмысленное сооружение. Либо надо предполагать какое-то технологическое вообще назначение всей этой следы. Хорошо. Не, ну понятно, что... Мы же не считаем древних идиотами, да? Конечно, в отдельно взятом месте выложили вот такую вот, мягко выражаясь, непонятную вещь. Соответственно, цель была определенная. Но это очень мягко выразилось. Исследователи в начале 70-х установили, что слюда по своему химическому составу соответствуют бразильской слюде. Отсюда вытекает, что это слюда привезли специально за две с лишним тысячи километров. И отсюда вытекают совершенно фантастические предположения и гипотезы, почему именно так. Сегодня официальная версия, которая была озвучена смотрителем, то, что слюда происходит из Ахаки. А это порядка 300-350 километров от Теотиакана. И это на самом деле не отменяет феномена данной структуры. Это вот для красоты это невозможно. Ее же не видно следом. Значит, надо предполагать какие-то какое-то другое назначение. Можно попытаться это сделать, ориентируясь на изолирующие свойства следы, которые не пропускают различного рода излучения. Но тогда возникает вопрос, а что от чего, собственно говоря, тогда изолировали, что от чего защищали? Я могу только предполагать, что подобная конструкция, будем использовать термин следяной храм, была исключительно технологичной, это не случайно, и использовалась для определенных целей, связанных, вероятнее всего, с определенными природными или человеческими энергиями. Есть еще один вариант. Дело в том, что среди этого бута проложен дренажный канал. А если по этому дренажному каналу текла не просто вода, а какая-то жидкость, которая была источником этого излучения, и именно от него защищалась аппаратура или люди, которые находились над слюдой. Тогда возникает вопрос, а что же могло вообще течь по дренажным каналам комплекса Теотиакана? И меня поразила сложность этих дренажных каналов. На глубине 30-40 сантиметров идет желоб достаточно тщательно сделанный. Он перекрывается плоскими камнями типа плит небольших, а дальше 3-4 слоя гальки и потом слой бетона. Зачем делать такую сложную систему? А самое главное, зачем это загонять в бетон? Дрители сооружения использовали довольно странную на наш современный взгляд технологию. Сначала они заливали пол, а потом продолжали эту заливку на стены. Мы можем проскоплить и понять, действительно здесь есть шок. Не похоже. Нет, но здесь монолит. Здесь вот даже сбоку виден скол. Идет здесь монолит. Мы просто могли не давать засохнуть этому делу и сразу уже штукатурить дальше. Мало того, что забетонированы полы в так называемых домах и храмах. Мало того, что этот бетон переходит на стенки в виде штукатурки. Мало того, что забетонированы улицы. Это было бы понятно. Но мы наталкивались на остатки бетона даже на абсолютно открытых и пустых участках. Здесь сейчас растет трава, но бетон там проглядывается местами. Это вообще целые площади были забетонированы. Похоже современные реставраторы вынимали осколки, которые здесь были. Действительно вся площадка была забетонирована. Слоем примерно сантиметра 3-4. Где-то до 5-6 доходит. Такое водонепроницаемое покрытие. Сейчас будет классно найти бетомешалку стоящую. На каменных повозках ездил. Флиннстоуны. Однако гораздо больше поражает то, что строители Теотиакана использовали бетон не только на полу и стенках. По некоторым данным в ходе раскопок Бартрас обнаружил, что и крыши домов и храмов хоть и поддерживались деревянными стропилами, были также фактически отлиты из бетона. Причем настолько крепкого, что выдерживали удары лома. Если это так, то все гораздо больше похоже на современные технологии строительства монолитных домов, чем на индейские жилища с крышей из пальмовых листьев. Даже каменные дворцы майя с их красивыми астроконечными сводами строились по принципиально иной технологии. Создание таких сводов было более сложным, но давало конструкцию менее прочную, чем страна, строила весьма высоко развитая цивилизация, неизвестная современным историкам. Тут самое интересное другое. Самое интересное то, что когда место нашли, здесь все было засыпано землей. И считается, что жители, прежде чем бросить дома, все постройки, они засыпали землей. На самом деле, что ушло на земли, даже больше, на саму пирамиду солнца. Вообще чушь несусветная, потому что тратить столько сил на то, чтобы засыпать, зачем засыпать дома. Но в принципе сюда напрашивается совершенно другая версия, что это действительно какое-то было стихийное бедствие, когда накрыло и весь этот грунт остался принесенный извне. А извне это могло принести только большим мощным селевым потопом. Город здесь достаточно далеко. И потоп для этой цели весьма подходит. Да, и потоп подходит еще по другим причинам, потому что по местной мифологии сюда боги вернулись именно после потопа на пирамиды Солнца и Луны и с них опять запускали небесное светило по новой чтобы они ходили и возрождали эту землю. То есть и пирамиды Луны и пирамиды Солнца по мифологии уже существовали. Они явно составляют единый комплекс со всем окружающим. Целый ряд попыток определения времени строительства Теотиакана связан с версией астрономического назначения комплекса. Дескать храмы вдоль дороги мертвых построены так чтобы фиксировать положение ярких звезд на небе. Однако постройок в комплексе так много а на небе столько ярких звезд что практически всегда можно найти какие-то направления которые будто бы указывают на то или другое небесное тело. Пожалуй единственным неоспоримым является лишь тот факт что весь комплекс Теотиакана явно намеренно и изначально строился вдоль дороги мертвых который имеет весьма странную ориентацию она отклоняется от направления на север к востоку на 15 с половиной градусов фиксированный угол отклонения от оси севера и юг 15 с половиной градусов к востоку тоже должен о чем-то свидетельствовать и свидетельствовать о чем-то конкретном при такой цельной планировке города такое расположение явно не могло быть случайным но существующие на сегодняшний день официальные версии внятно объяснить пока что не могут зато существует версия согласно которой во время всемирного потопа произошло смещение полюсов земли и ранее северный полюс находился у южных берегов Гренландии а если мысленно продолжить дорогу мертвых то она пройдет как раз через точку старого северного полюса получается что комплекс Теотиакана действительно допотопное сооружение которое было ориентировано строго по сторонам света за тысячи километров от Теотиакана на плато Гиза в Египте также имеются пирамиды только ориентированные на современный северный полюс несколько экспедиций в Египет не оставили у нас никаких сомнений в том что пирамиды Гиза построены высоко развитой цивилизацией представители которой древние египтяне называли богами так может и Теотиакан построила та же самая цивилизация богов три главные пирамиды на плато Гиза расположены не на одной прямой третья пирамида чуть смещена в сторону от этой линии расположение трех пирамид напоминает положение ярких звезд в поясе Ориона и также расположились три главные пирамиды Теотиакана соответствие тут не совсем точное но оно есть длина периметра великой пирамиды на плато Гиза поделенная на ее высоту дает величину равную двум пи то же соотношение для пирамиды солнца в Теотиакане ровно в два раза больше и равняется четырем пи американский исследователь Хью Харлстон младший пришел к выводу что строители комплекса использовали единицу измерения которую Харлстон назвал Хунап и которая равна 106 сантиметра однако один Хунап практически ровно в два раза больше царского локтя единицы измерения которую использовали создатели пирамид на плато Гиза отличие составляет всего 1% на который не трудно ошибиться если учесть изменения внесенные разными реставраторами Теотиакана так что же все это случайные совпадения пожалуй ответ на этот вопрос еще впереди поскольку далеко не все здесь изучено в Теотиакане в 20 веке было найдено огромное количество подземных ходов и галерей нельзя говорить что они искусственные они наоборот естественного происхождения вот они расположены за восточным склоном пирамиды солнца одна из таких естественных подземных галерей в карстовой породе практически окружают пирамиду Луны вот сохранилась информация что в середине 19 века когда на территории Теотиакана разбойничали банды грабители были трудно уловимы потому что совершив акт разбоя они скрывались в ходах в подземных ходах на территории Теотиакана и появлялись чуть ли не в 60-70 километрах от этой долины то есть существует возможность наличия под долиной Теотиакана огромной системы подземных естественных галерей которые еще никто не исследовал что там может быть мы даже не можем себе предполагать в 1971 году такой подземный ход был обнаружен непосредственно под пирамидой солнца сразу же после этого было принято решение не разглашать информацию о находках и вход туда ныне закрыт по непроверенным данным ход привел археологов в пещеру с четырьмя гротами в одном из которых были обнаружены базальтовые плиты даже не блоки а именно плиты тайны города богов так и остаются тайными за семью печатями может быть потому что еще далеко не все готовы принять реальные факты в их истинном свете когда солнце взошло никто не мог на него смотреть в и и и Продолжение следует...